Ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер еще раз у ХНК для вас, конечно же, для вас, для нас, любимых, для вас, хороших, комментируем матчи ESL Pro League и Hellraiser против Mausports, мы видели только что Mirage, очень крутой Mirage был в исполнении двух команд, ну и вот теперь уже Mausa в атаке, и первый контакт у нас в мейне, Оскар, близок к тому, чтобы забрать прям двоих, но Ангел и Бондик все-таки выживают в этой перестрелке. Ангел отходит на вполне себе безопасное расстояние, там через милл пытается выйти Лувл, но Ангел его отстрелит, дальше идет перестрелка, но Оскар его тут же успокаивает, Бондик за дайлим тоже получает хедшот от Оскара, Дэдфокс только одним минусом в этом раунде запоминается, и тут же Робс неплохо разбирается со стикл, но дело в том, что сам Дэдфокс остался после контакта очень красный, 16 хп, есть у него дефузы, но в целом вряд ли он их донесет до плента, там уже бомбы поставлены, соответственно, это первый раунд в пользу команды Mausports, и это третья пистолетка Алексей, которую проигрывает, Да, очевидно, у нас проблемы, хотя на том же StarLadder, на котором Hellraiser выиграли очень и очень даже неплохо, напомним, например, матч против Lors в 1-8, на трех картах было выиграно 6 пистолетных раундов команды Hellraiser, В этом противостоянии сегодня против Mausports действительно уже проигран третий пистолетный раунд подряд, но вот, как я люблю говорить, в таких случаях пистолетка не очень сильно влияет на рисунок игры, но вот на мираже, наверное, все-таки где-то одной пистолетки не хватило, потому что счет был довольно близкий, 16-12 Да, очень интересный матч, Бонтик поджимается на сангар, забирает Криджея, пытается сбрать Денниса, это у него не получается, Деннис, ну, опять же, при втором арморе смог успокоить своего противника, Оскар находит Ангела, остается только Дэдфокс вместе со Стикоу, и они пытаются укрепиться на точке А, но дело в том, что бомба-то до сих пор в коннекторе, она даже, может быть, думает выйти на точку Б, все будет зависеть от Денниса, который может выйти на вентиль и прочекивать у нас все остальные позиции при подходах своей команды под данную позицию. Ну, здесь это 2-0, очень простые для команды Моулл Спортс, но вот в этом раунде, например, в Хелл Рейзерс особо там ничего не покупали, то есть только пистолеты, без арморов, без особых распиток. Да, ну и уже в конечном итоге мы видим, что Волл Спортс выходит на точку Б, здесь абсолютно все чисто, бомба будет устанавливаться, понятно, что у Дэдфокса со Стико шанса взять этот раунд просто нет, и тут нужно очень сильно постараться команде Моулл Спортс, чтобы отдать этот раунд, чтобы продать его как-то за очень-очень дешево. Ну и вот даже в принципе-то в таком раскладе The Savage и Deagle и P250 с флешкой, это тоже, в общем-то, какой-никакой выход из положения. Да, да. Это плюс однозначно для экономики команды Хелл Рейзерс, но вот попытка убить хоть кого-то на выходах с Б-Плентай не увенчалась успехом уже. Почему? Потому что Моулл Спортс ушли через одну позицию, соответственно, никто из них даже не попытался выйти и найти своих оставшихся оппонентов. Ну и только одного Криджея в итоге теряют в этом раунде ребята из команды Моулл Спортс, укрепление экономики подъезжает, очень даже неплохое. Ну и Хелл Рейзерс, как ты уже сказал, есть вот плюсы в виде этих пистолетов от 250-го Дигла, ну и, соответственно, одна флешка от Дэдфокса, которая может, например, залететь в мейн, если все-таки защита будет эту точку поджимать. Будет ли такое решение, вернее, от капитана команды Кирилла Харасева? Ну, эко, эко в любом случае от Хелл Рейзерс еще раз, 4 по 250-х Дигл поджимать, ну, думаю, вряд ли, хотя... Так, Дэдфокс у нас задетектил там на Токсике как минимум двоих, дал информацию, но мы видим, что Хелл Рейзерс пока никуда не смещается. И что интересно, вот Моуза играют под Б втроем, там они довольно активно двигаются, хотя нет. Все-таки стоят, все-таки не двигаются, но готовы выходить, скажем так, вот уже, вот-вот, и вот он выход. В итоге от Дэдфокса, да, без шансов абсолютно. Очень легко открывается Б-точка. Одна флешка, одна флешка, вот, перечеркнула обе позиции от игроков команды Хелл Рейзерс, то есть абсолютно слепущий там один, второй, который действовал на хэдшоте, тоже ничем не смог помочь, слишком хорош, что он против этого эко товарищ Дэдфокса. Ну, Ангел Бодик, украинская звена команды Хелл Рейзерс, попытается хоть как-то там запомнить. В этом раунде уже есть минус по лову, а тут же Крис Джей отвечает, и Бодик. Ну что, нет, все-таки не получается забирать Крис за Дайонга, который уже, Алексей, выходит на второй свой минус, как раз-таки не только в этом раунде, но и в целом в рамках этой карты Дэкэш. У нас есть два бойца, мыши, которые вообще не погибали, это Оскар вместе с Робсом, у них статистика 5-0-0 и 2-0-0, соответственно. Ну и сейчас какие будут интересные моменты от команды Моу Спортс? Будут ли они действовать по дефолту или, может быть, вот, учитывая то, что это первый девайсный раунд от обеих команд, то могут что-то показать нам интересное, может быть, даже какой-то фейк, которого мы так и не увидели на карте Мираж. То есть даже без фейка ребята смогли победить, учитывая то, как они действовали. Я назову так, это была такая дефолтная игра за атаку, которая от минуса позволяла уже дальше действовать и выходить на какие-то точки. Робс неплохо выходит под точку Б, Дэдфокс забирает от зеро, остается очень красным, всего лишь один хп, но есть минус, это размен и ситуация 4 в 4, но у Моу Спортс есть информация от Робса. Ребята, один там 100% красный и этот один, он находится как раз-таки на точке Б. Так что, может быть, вам стоит идти туда и попытаться его забрать. У Ангел там тоже работает в Вентруме, в целом Робс скинул молотов, который спровоцировал на вот эту вот стрельбу игроков команды Хелл Рейзерс. И в целом, хотя вот игроками разменялись коллективы, но мы видим, что по Хелл Скоинам очевидно преимущество Моу Спортс. Хелл Рейзерс в этом раунде также играли вдвоем в Мидле, Ангел все тот же занимал вентиляцию вместе со Стика. Здесь довольно агрессивные у них позиции были в Мидле, но в итоге Ангел ушел в Вентрум, а Стика остался под бустом. Бонтик, как всегда, на точке А, у нас здесь отвечает за эту позицию, он тут очень часто в соло ее принимает Стика. Ушел Крис Джея, перестрелял его, в итоге большинство Лебел Рейзерс. Стика меняет позицию, отличный тайминг для него, Лоу хотел откинуть молотов, но Стика словил здесь своего оппонента с бутылкой в руках и тот отвалился. В итоге ситуация 4 в 2, Деннис и Оскар, ну, выходят в мидл, но там есть Стика, все тот же Стика, но здесь он пока один, кстати, совершенно без хелпы. Ну, будет заходить сейчас спину к своим оппонентам, тут у Ангела очень крутая позиция, которая называется Snacks, он с нее делает один минус по Оскару, очень красный Робз будет просто жить до последнего, 9 секунд до конца этого раунда, Деннису нужно просто пушить своего оппонента, это у него получается, можно поставить бомбу, нет! Нет, с этим не согласен Стика, который уже выходил в спину, как я уже говорил буквально 20 секунд назад, это первый раунд для команды Хелл Рейзерс, и тут, конечно, я еще раз выделю Стику, который одного забрал на сэндвиче, потом словил очень крутой тайминг при выходе Ловула с позиции Ангара, то есть Ловул попытался просто поджать соперника, убить его, если бы там замешкался Стику, то, наверное, это был бы очень легкий минус для Ловула, и потом уже розыгрыш, ну, как минимум, втроем от команды Малл Спортс, но не зашло все-таки. Сейчас закупаются обе команды, Оскар получает свои руки АВП, такого же девайса у защиты нет, и первый контакт мог бы быть по точке Б, но там очень круто раскидались гранатами Дэдфокс и компания, Ролл пытается все-таки выйти и найти хоть кого-то из них, и у него сейчас это получится, Ролл с минус по Дэдфоксу, который слишком агрессивно действует, Джей, в другой половине карты именно на точке А уже делает два минуса, Стику отвечает, еще хэдшот взлетает по Оскару, 9 хп остается, но это большинство кричащие, просто для команды Малл Спортс 4 в 2, только 0 вместе с Стику, и у них нет шанса абсолютно. Это все-таки раунд для команды Малл Спортс, и с точки зрения экономики он был очень важен. Да, это ресет экономики для Хелл Рейзерс, и возможно мы увидим Форс Бай, и далее очень-очень плохую экономику для команды Хелл Рейзерс. Такие вот раунды просто могут разрушить полностью игру в защите любой команды, и вопрос не в том, что Хелл Рейзерс, да, ну не повезло, там не взяли они раунд, окей, там один взяли, один отдали, но опять же, все тот самый, тот же ресет экономики, он портит все полностью, абсолютно. И здесь Хелл Рейзерс, ну вот, знаешь, вот такие вот раунды, они могут привести к тому, что Хелл Рейзерс вообще очень мало наберет в дефенсе, потому что, опять же, по причине плохой экономики можно крайне тяжело выбраться потом. Они сейчас могут опять же, там, знаешь, взять какой-то раунд через один, да, там сейчас будет 5-1 условно, потом опять 1 возьмут, опять проиграют, и опять то же самое. Но здесь решают сделать такой Форс, да, это полноценный Форс, это не то чтобы, это просто расчет на то, что будет этот Раунд... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сико, неплохо. Залетает по Оскару, который с буста попытался реализовать своего АВП. И тут уже вот этот форс может и купиться. И я в целом хотел сказать о том, что я поддерживаю этот форс. Потому что в любом случае уже слишком много раундов может атака набрать. В начале этой карты декэш. Выход продолжается на точку А, за которую отвечает только один бойник. 59 хп у него остается. Он пытается жить. У него это получается, но не дольше. Несколько секунд ловелов все-таки находят через этот смоук. И это уже очень важный минус. Потому что есть контроль полный над Аплентом. Но есть также Ангел, который заходит через мейн. И он сейчас может выйти просто в спины своего оппонента. Который находится на данной позиции. Бомба поставлена. Но по Ангелу нет информации вообще. У него сейчас просто в руках исход этого раунда. Как же не повезло Кириллу. Ну японский ты бог. Ну как же так. Вот все сделал идеально. И сел и в итоге снимал позицию, на которой он мог отморозиться. Уху, Стика уже третий минус деклата. Так, это уже очень интересно. Пытается вместе с ним действовать Дэдфокс со своей ЦЗшкой. А в ближней дистанции это очень смертоносный пистолет. Но ломан еще смертоносный. Своим АК-47 Дэдфокс все-таки его забирает. И есть ситуация один на один. 12 хп у Дэдфокса остается. Это фейк Тэпус. И Робс пытается зайти через смок и погибает от Венгра. Соответственно раунд тащится команда Холл Рейзерс. Молодцы, Холл Рейзерс. Здесь, конечно, поборолись в этом форсбайе. Несмотря на то, что не повезло Ангелу, но здесь Тико полностью отыграл за своего капитана. И Холл Рейзерс берут раунд в ответ. Но мы видим, что закуп будет у Моу Спорса. С деньгами вроде как все в порядке. Но отдача такого раунда, конечно, немножечко ломает. Планы по конечному счету уже в атаке. Естественно, Моуза тут рассчитывали больше взять, чем получили. Ну, по крайней мере, на этом отрезке времени. Второй раунд сейчас в ответ от Холл Рейзерс. В принципе, можно получить благодаря такому раунду очень важную уверенность в защите, которой, может быть, даже где-то не хватало на старте. Да, ну вот Робс, конечно, имея информацию о том, что противник красный, возможно, там есть, нет дефузов. Опять же таки, мы не знаем, была ли такая информация в TeamSpeak у команды Моуз Спорс. Но решил все-таки выйти со смока, а не попытаться даже прошить своего оппонента. И, соответственно, был очень легкий минус для Венгера, который сыграл хорошо тут уже в этом раунде. Украинский дуэт. Бондик вместе с Ангелом по минусу Лоуэлл. Только одним отвечает и Stick'у не выпускает Денниса на миддл. Это уже двойное преимущество. По живой силе у команды Холл Рейзерс только Робс вместе с Лоуэллом остаются. И это большие проблемы. Попытаются они выйти на точку Б. Бомба перетягивается. Робс первая. Слишком хорошая позиция у Зеро. Такая просто не считается. Обычно террорист, который выходит с лобби, он смотрит на хэдшот. Но, опять же-таки, на дефолтном ящике он никак не может ожидать противника. И только Испанец сейчас остается в стане команды Моу Спортс. И его встречает Дэд Фокс. Тоже очень интересной и неожиданной позиции. 3-4. И это уже меньшее преимущество команды Моу Спортс. То есть только минимально. Один раунд. И учитывая то, что у них нет денег, Холл Рейзерс сейчас могут выходить на временную ничью. Они полностью шестым раундом перевернули ход этой встречи. Начало было очень плохое для них. Они проиграли пистолетку. Да, там неплохо показали себя в одном из раундов. Я говорю сейчас о девайсном. Но потом просто отлетели без шанса практически в следующем. Ну и, соответственно, этот Форс, который просто воодушевляет сейчас их, он вдохнул новую жизнь в защиту, которая сейчас может уже очень круто отработать. Но решили все-таки закупить самого Спортс. Они тоже непростые. Ну, ты знаешь, вот здесь вот спорное решение, как по мне. Ну, видимо, расчет на то, что сейчас взять просто Б нахрапом. Но здесь Зера, который неплохо работает на пленте, делает два минуса. Дедфокс выходит с девятки и уже так же холл пает своим тиммейтам. Делает два минуса, поддерживая своего тиммейта, который был опорником на Б-планте. Но здесь довольно легко закрыли. Ну вот, честно, непонятно решение от Ноу Спортс. Как-то знаешь, типа так? Нетипичное решение. То есть обычно у нас атака и защита, неважно, с такими деньгами на руках не делают такого. То есть имея там 2200-2300 не закупаются обычно команды. Учитывая то, что вы, в принципе, играете в атаке, вы свое еще догнать можете. То есть тут как бы такой риск оправдан, когда команда играет в защите и много раундов проигрывает. И действительно нужно хоть какой-то один там как-то выторговать, взять. А здесь начало игры есть возможность сделать тек и спокойно выйти на следующий оружейный раунд. То есть условно вот в этом уже был бы нормальный бай. И тут Моуза... Ну, видимо, лидер сказал, все закупились. То есть все слушают действительно то, что говорит тренер, то, что говорит капитан. Ну, это интересное решение. Это еще раз повторюсь, нетипичное, потому что обычно у нас такие бай очень редко заходят. Не только заходят как вот просто факт покупки, а еще и они окупаются очень редко. Потому что в целом берется бай, и вы выбираете вектор направленности атаки на точку B. А там, в принципе, уже такие ребята, которые, ну, уже имеют хотя бы какую-то историю приемок хороших. То есть там B не фейлило. Я бы еще мог понять, наверное, этот бай, если было бы такое размышление, наверное, в TeamSpeak. То есть мы, ребята, очень часто выходим на B, и у нас это получается. То есть защита, может быть, это у нее самым уверенным образом себя ведет. Там кто-то отдается не самым каким-то интересным моментом, может нас удивить. Но так, в принципе, у вас защита там только один раз очень жестко ошиблась. Это когда Роб сделал минус по Дэдфоксу. Ну и больше там каких-то неуверенных действий я для себя не отметил. Соответственно, мотивация вот этой покупки была бы очень интересная. Ну, было бы интересно ее узнать. Ну, знаешь, еще бывает такая история, что один купил, потом второй купил. Ну, он же купил. Ну, ладно, вы купили, давайте покупаем. Ну, в про-командах, я думаю, что такое, ну, не то чтобы редко случается, но все же реже, чем в обычной игре. Не реже, но случается. Ну, я купил, у меня просто есть деньги, я крутой игрок. Так ты вообще, сколько у тебя фрагов? Да, ты на таб вообще смотрел, кто команду на дно тащит. Ты посмотри на табе вообще, что ты там базаришь. Я могу закупаться, да. В этом раунде у нас экос с пистолетами команды Маус-Пор. И что интересно, кто взял паузу только что? Скорее всего, Мауса, и что они обсуждали? То есть, очевидно, может быть, кстати, что там какой-то пожар был на самом деле. Потому что... Может быть, кто-то сказал, ну, зачем мы закупались, ребят? Вот скажите мне, пожалуйста, мы закупаемся под ноль, выходим на точку Б в ноль. Просто отлетаем, просто в хлам. И вот, возможно, не стоило. Но я думаю, я надеюсь, что такого не было. Все-таки команды уже общаются на более профессиональном уровне. И здесь профессионализм просто из всех щелей от команды Хелл Рейзерс в этом раунде. Никого не потеряли. И Ангел вместе с Бондиком просто становится той стеной, которая вот останавливает команду Маус-Порс при попытке атаки на точку А. Бомба не поставлена. Соответственно, денег команда Маус-Порс не получает дополнительных. Но в любом случае они делали ЭКО. Соответственно, сейчас будет бай с калашами. Ну что, сейчас мы увидим дальше, кто у нас будет брать раунды. Ну, в том плане, что Хелл Рейзер здесь взяли из шести последних раундов пять подряд. Ну, не пять подряд, а четыре подряд. Пять в целом из шести. И они могут эту серию продолжать. То есть, в принципе, это вот такая стадия, в которой можно почувствовать, как играют твои оппоненты и начинать просто их контрить. А Мауза как раз-таки после серии не очень внятных раундов, да, там был ЭКО, там был Форс, совершенно непонятный выход на точку Б, могут опять же свою, скажем так, вернуть вот эту вот ту волну, которая у них начиналась, собственно, с которой у них начиналась эта карта. И, конечно же, они попытаются это сделать. Пока Мауза играет очень медленно. Мы видим вот подсадка в медле. Там у нас на вайтбоксе, как всегда, дежурит Стико. Хотя довольно часто там и Ангела можно увидеть. Но Ангел сейчас играет на погрузчике на точке А. Играет там роль халпующего Бондику. Ну, Хелл Рейзер, ну, скажем так, крайне пассивно отыгрывает. В целом мы видим, что они не фокусят мидл, отдают, скажем так, эту позицию на откуп немцам. Мауза вот сейчас в лице Оскара и Денниса уже занимают и винты, и хайвей, возможно. Оп, неплохо. Стико с коннектора поработал, подловил он там Денниса, отличный хедшот и меньшинство до Маузпорт. Но Оскара есть хорошая позиция и очень выгодно можно атаковать мидл. Не мидл, а. Отказываться от выхода на А уже нет никакого смысла. Абсолютно выход от Скриджей. Есть минус по Ангелу. Оуэлл вместе с Скриджем. Еще по минусу Бондик вместе с Тику не сработали абсолютно. Это сейв от Дэдфокса из Эра. Хотя 5 на 4 ситуация, опять же-таки, очень хороша была для контртеррористов. Но при этом ни одна из позиций нормально на А не сыграла. Это самое главное в этом раунде. Это уже 5-5. Маузпорт не отпускают. Идут просто по пятам своих оппонентов. Там очень жестко ошиблись Ангел и Бондик. То есть, они сыграли вместе, во-первых. А во-вторых, тут как бы они, во-первых, выпустили своих оппонентов на неплохие позиции. То есть, при этом, вроде как там некоторые игроки команды Моуспортс выходили через Смоук. То есть, это было тоже очень тяжело. Ну, Ангел стоял, смотри. Ангел стоял на погрузчике и смотрел выход с мейна. И чел вышел прямо на него. Он его не убил. Бондик увидел, что другой оппонент запрыгнул на вот этот буст. Вот это вот, при выходе с мейна с правой стороны вот эту штучку. Откинул туда молотов. И в этот момент, опять же, оппонент вышел, убил его. То есть, там вот две такие, знаешь, точечные ошибки, которые привели к тому, что раунд просто два опорника полностью провалили. Хотя, опять же, был интрикил от стика в медле. И в целом, Мауза попытались зайти на точку А через хайвей и через мейн. Плюс, там, по-моему, был сплит через двери. И это полностью сработало. Вот мы с тобой уже смотрим вторую карту в исполнении этих команд. И я пришел к тому выводу, что может случиться все, что угодно в этом матчапе. То есть, неважно вообще, какая команда ведет. Кто-то может очень круто сыграть, кто-то может зафейлить. И это и хороша эта встреча. Потому что вот ты не знаешь, чего ожидать в тот или иной момент от команд. Тут круто сыграли холл-рейзер. Где-то потом Мауз-порт отвечает. И вот такие небольшие качели у нас продолжаются до сих пор. Есть первый минус от команды Мауз-спорт на руках у Оскара. Это АВП, который в очередной раз работает. И АВП в атаке, оно действительно должно так работать. Первая кровь. Это очень важно. Соответственно, сейчас холл-рейзер вынуждены играть разорванного. Возможно, даже некоторые позиции поджать. Это как раз-таки одна из поджимов. Есть вот эта позиция Ангела, который собирает информацию по мейну. Но и идет дальше. Это правильно. Потому что все это просматривается Крис-Джейм и компаниям. Бомба, к слову, до сих пор находится в ангаре. Соответственно, Мауз-порт еще выбирает вектор направленности атаки. Уже Крис-Джей с пакетом направляется на точку B. Будет работал стикой зеро. Бондик тоже перетягивается. И все это по инфе Ангела. Я уверен в том, что он говорит, Владислав, иди помогай на B. Или на корняк просто оставайся на миде. Ну, правильно. Правильно. И здесь Мауза играет, кстати, не знаю, подозревают ли они об этом. Но они играют очень, как это, читабельно. Так. Ну и вот он, выход. Так, Стихо забирает только одного Денниса. Робс тут же держит ответ Стихо. Это было что-то очень интересное. Через Мак залетает по Крис-Джея. Бомба уже на земле. Оскар не выпускает Бондика, который хотел убить Робса. Если бы у него это получалось, то раунд, возможно, был бы в пользу команды Hellraiser. Но тут только один Стихо остается. Словаку нужно сейвить свое М4А1С. Ни в коем случае нельзя идти на Робса, Ловола и Оскара, который приносит своими успешными действиями еще одно очко в пользу команды Hellraiser. Спорт Стихо пошел до конца и отлетел от того самого Оскара. Минус 3 от Чеха, и он получает звездочку MVP. И он в целом сделал очень важные раунды. Это был опен. Это был... Вернее, минусы, простите. Это был опен-фраг по сопернику. Это был минус по Бондику, который выходил через девятку. Хотел убить соперника, который пытался установить бомбу. Выходил на плент. И, соответственно, последний минус. Но не такой важный, но в целом очень приятный для Чеха. Ну вот, нужно отметить еще то, что Дэд Фокс начинал раунд с того, что... Оскар. Боже, ну вот опять второй раунд подряд начинается для Hellraiser с того, что Моуза просто делает вот так вот в таких позициях открытых entry kill. Перед этим это была точка B с Фоксом просто в смок выходил. Ну тут разрывают уже Моуза. Просто аплент после того, как сделали entry kill на Ангеле в медле. Он тут же выходит с мейна. Игрок команды Моуз Спортс убивает Бондика. И стика Зер вынуждены сэвить. Ну и, кстати, непонятно, опять же, вот в ситуации 3 в 1 выход от стика через вентиляцию. Уже в абсолютно, ну, ненужной истории. Потерял тоже девайс. Но деньги есть у Hellraiser. Мы видим, что они закупились. Ну, опять же, как вот очередной раунд отыгран. Мне кажется, что нужно брать паузу ХРом и как-то вообще успокоиться. Потому что уже, ну, вот я отметил, да, 2 раунда подряд. А если так посчитать, то там может быть даже и поболее от Hellraiser. Начинает с того, что у них просто падает игрок в начале раунда. Ну, это не самая лучшая история для камбэка. Но вот Спортс убирает 2 раунд. Здесь, правда, засейвил стика. Зеро не дали засейвить. Из стика там мимо ушей просто пролетели последние патроны. Но 5-7 и сейчас, судя по всему, будет экономический раунд. Будут закупаться. Нет, будут закупаться. Зеро все-таки может кинуть АВП в руки Дэдфокса. Ну, так и стоило делать на самом деле. Вот не хватает контры Оскару. То есть у нас Дэдфокса пока что на этой карте не то, чтобы нет. Понятно, что делает довольно-таки важные минусы вингер. Но вот нужно как-то перестреливать Оскара, который почувствовал вкус победы уже. И не только вот в последних раундах. А в целом он очень круто еще отыграл на карте Демираж. В этом 13-м по счету начинается все с того, что Моу Спортс в большинстве идут под мейн. Там подсадка на мидл тоже, возможно, сработает рано или поздно. Но решили все-таки, ребята, пока что не создавать давление на эту точку. Оскар снова! Есть опен фраг. Дэдфокс попытался выйти в мейн. И там его встречает этот чех, которого просто не остановить. Еще какой спред ловел. А Бонник попытался забрать АВП, но оно слишком далеко находилось. 12% здоровья остается у Владислава. Он тут же отходит на точку А. Это пока что проваливающая команда HellRaisers в этом раунде. Ловел понимает, что нужно просто забрать это АВП от греха подалее. Ну и тут же Моу Спортс перетягивается на точку Б. То есть Оскар все пытается выкинуть это АВП наверх. Но в любом случае там, если что, его Ангел увидит. Так что решили, ребята, никуда его не бросать. Играть дальше просто вместе по данному направлению, которое я озвучил ранее. А именно на Б, а там только один Зеро. Будет поддержка только от Ангела, который внедрятся в готов уже в вентиле. Зеро с флешкой. Ну если будет раскидка, тут же выкинет. И он и так выкидывает. Денис пытается выйти. Это у него получается. Робс контролит Ангела на этом десанте на вентиле. Стику они походили дальше против Дениса. Но тут же размен от ловела. И Бонник краснющий просто должен сейвить. И пытаться, может быть, даже найти это ВП, который спрятали игроки команды Моу Спортс. Но у него вряд ли это получится. Три раунда подряд Оскар делает entry kill на трех точках. На трех... Нет, на двух все-таки разных игроках. Но на трех точках. Б-мейн, буст и А-мейн. Это просто жесть какая-то для HellRaisers. И... HellRaisers я даже не знаю. Я даже не знаю. Тут... Крайне тяжело у них складывается игра сейчас. Опять же, вот эти entry kill'ы, они очень сильно... Они могут, как сказать... Они могут сломать игру. То есть, ты знаешь, вот у тебя может быть даже неплохая в целом мораль и психологический настрой на матч. Но когда у тебя начинается вот так вот в середине игры просто три раунда подряд с того, что у тебя падает один игрок на какой-то части карты. Притом в дефенсе. То есть, знаешь, одно дело, когда ты теряешь в атаке и там уже в меньшинстве разыгрываешь. Там пытаешься куда-то зайти на точку B, где, в принципе, там, ну, например, условно, да, там, ты понимаешь, что на B там один играет опорник, второй на хелпе. И ты вчетвером заходишь, ну, как бы пытаешься на размене сыграть, да, там, или вдруг кто-то там твой сделает entry kill и как бы восстановит статус quo. Это одно. Но когда ты в дефенсе теряешь игрока, у тебя сразу же появляется дырка, да, какая-то свободная зона, как это было в первом случае на точке B, во втором случае в мидле и в третьем случае в мейне, то это, конечно, огромная проблема. И я даже не знаю, если честно, вот CallRaisers, какие нужно решения предпринять и что вообще нужно сделать. То есть тут очевидно то, что, наверное, только в случае с мейном, поджимом A точки, наверное, скажем так, ну, нет вопросов к этому решению. Но вот поджим на B в смок от Дэдфокса, это вопрос. И entry kill с буста в мидле, это тоже вопрос. То есть это очевидно ошибка игрока в дефенсе в этих двух случаях. А мейн, я считаю, там не ошибка, потому что все-таки там с риском можно поджать. Но Дэдфокс, получив смок, реально сам как бы агрился вот в первом случае, когда выходил на B и был полностью там наказан. И с этого, в общем-то, и началась эта серия в 3 кг. У нас будет подсадка на мидл, которая, в принципе, может сработать по ангелу, которая находится на бусте. Но проблема в том, что Денис все это дело просматривает. Кстати, если обращаться к той ситуации с АВП Дэдфокса, все-таки АВП, который играет в защите на карте Дэкэш, должно играть очень... Ну, не то чтобы очень, но агрессивно, потому что если атака выходит под раскидку, то АВП может оказаться, ну, просто ненужным. То есть нужно где-то пытаться постоянно находить open frag. Ну, просто в предыдущем раунде у него этого не получилось. И, ну, было тяжело, в принципе, поспорить с Оскаром, который, ну, сейчас действует просто за другой какой-то гранью. То есть просто сейчас у него пошла игра. И такое бывает у каждого игрока в эту замечательную, опять же таки, дисциплину Counter-Strike. Потому что если у тебя летит, и ты постоянно пикаешь, постоянно находишься именно там, где ты должен быть, И, ну, в целом, конечно, тебя очень тяжело твоим врагам остановить. И сейчас на этой волне, я уверен, находятся Томаш Штастный и Оскар. Сейчас будет как раз-таки пытаться вместе с своими тиммейтами выходить на точку B. Там же находится бомба. За него отвечает только один зеро, который через бетели по ташку выходит довольно-таки неплохо. Робса забирает зеро. Еще один минус по Оскару. Нет пока что размена. Только сейчас выходит у нас игрок атаки. Это был Деннис на размене. Трипты и ситуация. И Стиков врывается через девятку. И есть минус от него Лоуэлл тут же на размене. Ситуация 2 в 2. И выжили максимум, наверное, из этой ситуации сейчас игроки защиты. Но вот Бондику вместе с Дедфоксом придется не сладко. Потому что нет диффузов. Есть только одна флешка. Первый аэроморт Бондика. Он врывается все-таки на хэдшот. Забирает Лоуэлла, который успел поставить бомбу. И сейчас все на плечах у Крис Джей, у этого могучего голландца, который, в принципе, под эту бомбу может дальше работать. И он не меняет пока что позиции. Бондик через девятку спрыгивает и все-таки делает этот хэдшот. Как сейчас Мауз Спортс проиграли эту ситуацию. Да, во многом благодаря Зеро выиграли Хелл Рейзерс. Он сделал два важнейших минуса. И ты знаешь, при определенных раскладах он мог и третьего убить. То есть там совсем чуть-чуть не хватило. И вот она ЦЗшка и ее скорострельность. Он под флешку очень круто там сыграл. Ну и Хелл Рейзерс, кстати, после паузы. Да, была пауза. Вот я отметил вот этих три оружейных раунда подряд, когда Мауза сделали интрикилл. Появилась пауза от Хелл Рейзерс. И тут же взяли Эка. И, кстати, вот на Старладере я заметил, что команда Хелл Рейзерс уже научилась возвращаться в каких-то тяжелых ситуациях. То есть совершать такие, знаешь, психологические камбэки в рамках одной стороны. И это очень круто. Это, как бы, знаешь, это говорит о том, что команда растет. Что команда растет и ее потенциал тоже растет. Не стоит на месте Ангел. Уже делает минус покрыт Джейл Ловел тут же. Отвечает на бондики Ангел. Дальше подключается. Уже есть поддержка Астика, который успел притянуться. Но здесь уже захлебывается атака от команды Моу Спортс. Выпустили одного соперника за погрузчик. И Ангел решает под флешку свою теверату пропушить дальше. Ловел его встречает. Дальше идет выход от Робса и камбани. Очень важный здесь никого. Есть минус от него. Робса разменен. Тут же падение от эстонца от Zero. И, соответственно, Оскар. Ситуация 1-2 против Дэдфокса и Zero. Есть по нему информация. Соответственно, Оскар попытается выйти на точку. А, Zero его замечает. Слишком хороший угол для игрока защиты. Но Оскар все же живет. И, возможно, даже подсмок свой дальше будет действовать. И нет, у него это не получается. Залетает все-таки от Zero. 8-7. Повторение счета первой половины карты Дэмираж. Но уже в пользу команды Моу Спортс. Да, опять 8-7. И тут... Действительно, знаешь, вот как и на Мираже, да? Равные команды, равная заруба. Все по чесноку. Все красиво. Мы уже говорили о том, что команды из одного поля. То есть команды, которые, в принципе, где-то на одном уровне все-таки. Со всем уважением. Но это вот те коллективы, которые сейчас борются за то, чтобы выйти вот еще стать более топовой командой. То есть что Моу Спортс имеет такие планы, что Хеллрейзер. То есть просто дело в том, что Хеллрейзер в последнее время, ну, немного лучше себя показывает. Потому что, опять же, сыграли очень хорошо на Старладере, вышли из группы, попали в топ-4. Ну и в целом, как сказал Кирилл Карасев в интервью, то, что они даже немного прыгнули выше своей головы. Потому что основная задача была вот сначала попасть на этот Старладер, а потом уже выйти из группы. То есть попасть в топ-8. Но перевыполнили план. Соответственно, где-то, может быть, сейчас были более в форме Хеллрейзер в преддверии этой встречи. Но дело в том, что Моу Спортс тоже как бы тренировались, тоже играли неплохо. И до этого в рамках ESL Pro League это и позволяет им сейчас находиться на третьей позиции европейского дивизиона. Да, тут очки очень важны для Моу Спортс. Они хотят наверняка попасть на ESL Pro League в финал, так, собственно, как и Хеллрейзер. Но разрыв в очках здесь до этого матча, до Миража, был 6 очков. Сейчас, конечно же, уже 9. И Хеллрейзер, опять же, было бы неплохо ответить тоже взятием 3 очков. Для того, чтобы хоть как-то оставить за собой шансы, да, хотя бы гипотетически на попадание в заветную шестерку. Ну и вот, что еще нужно отметить, что перед, опять же, Миражом осталось всего-навсего 6 карт у этих двух коллективов. Да и в целом у всех там практически, кроме команды Envias, по 20 игр. У Na'Vi, правда, уже 22 игры. В целом будет 26 матчей. То есть сейчас ноуспорцы Хеллрейзер тоже сыграют, тоже у них будет по 22, по 22 сыгранные встречи. И там уже останется 4 карты. И можно сказать, что уже, друзья, вот, ну, буквально сегодня, завтра, послезавтра, да, возможно, я думаю, у нас уже будет сформирована та самая... Ну, скажем так, я посмотрел на очки команд, вот посмотрел в перерыве после карты Мираж. И, ну, Хеллрейзер, если они хотят еще оставить какие-то вот еще более-менее непризрачные, скажем так, шансы на то, чтобы попасть в топ-6, нужно просто кровь из носа выигрывать эту встречу на кэш. То есть у них 27 очков. Просто даже если сейчас посмотреть на турнирное положение, у нас Na'Vi на первом месте, в целом у нас Na'Vi, Astralis, Mousesports и North уже имеют равное количество очков, это 39. То есть они еще будут дальше выигрывать там какие-то карты, понятно, что еще очки получают, так что у них сейчас, ну, тоже очень важный период. Главное не проигрывать, главное не менять вообще ничего вот в том, как они идут в рамках этого пятого сезона. Ну, кстати, послезавтра у Na'Vi очная заруба с Mousesports. Да, то есть... Это очень важная игра будет. Очень важная. Ну, для Mousesports это, да, и для Na'Vi, которые, в принципе, в последнее время так себе показали, да? Вот все мы помним ту встречу против LDL-C. Если я не ошибаюсь. Крис Джей просто идет в соло, Фиддл делает минус, и тут же Zara отвечает с буста, забирает Денниса. Попытка Hellraiser сыграть через буст в этом раунде. Проваливается Оскар, делает минус по Ангелу, Дэдфокс тут же отвечает по Оскару. Крис Джей продолжает гулять в мидли, и в униконт ряд. Ситуация 2 в 3 для Hellraiser. Неужели четвертая проигранная пистолетка вподряд? Но посмотрим, Zara вместе с Дэдфоксом попытается сейчас ответить. Своим оппонентам эта троица сейчас уже имеет информацию о том, что бомба вышла. Такие друзья, она будет поставлена незамедлительно. Zara пока что просмотрит на чек. На погрузчике будет ему очень тяжело. Но вот, опять же, граната у нас ослепляюще летит на точку. Zara вместе с антимейтом решили действовать оба через погрузчик. У них получается Zara! Какие минусы? Вот не воровцы, лоба отлетает. Отлетает тут же Фиджей. Отлетает у нас, опять же, Дэдфокс. Это было очень важно. Один на один ситуация. Крис будет просто пушить красного Zara. И это у него получается. Вот видишь, вместе были за погрузчиками. Решил все-таки Дэдфокс отойти для того, чтобы не было какой-то ситуации, какой-то тесноты между ними. И это сыграло свою злую шутку с командой Hellraiser, с которой очередной свой пистолетный раунд проигрывает. И он начинался очень активно. Это вот перестрелка. Одни хатшоты летели то в другую, то опять же-таки в одну сторону. Но в целом в Hellraiser неплохо действовали два в один. Но на какой-то этап не хватило просто сноровки для того, чтобы сыграть просто вместе дальше на размин. И не было информации по последнему. Это, наверное, самое главное. Потому что если бы знали о том, что вот еще один враг будет идти с позиции, где они только что делали два минуса, то вряд ли бы там DeathFox совершал какие-то прыжки. Ну что, два калаша у Hellraiser с интересный закуп. Три дегла, два калаша, есть смоки, есть гранаты. В принципе, неплохой сетап для атаки. Вопрос в том, как Hellraiser собирается вообще отбивать мигу. Это очень важно. Ангел! Как же так? Крис Джей как он там живет? Ангел все-таки его забирает. И что дальше? А вот такой вот выпад от Денниса. А он здесь совершенно его никто не ждет. Но все-таки Бонди хелпает. В это время поджимается также точка Б. Робс делает минус по зеро. Ситуация 2 в 3. Hellraiser в большинстве, но есть инфа по Робсу. Опасно на самом деле. Но решили все-таки, так как бы поджато, выйти. Как раз-таки на эту позицию и отрезаться, наверное, от своего оппонента. А Робс говорит о том, что, наверное, уже нужны действия какие-то активные от ловела, которые только сейчас на перетяжке замечает смог на нижнем выходе. Будет действовать через девятку. Уже есть информация, там неплохой Молотов летит, но Дэдфокс успевает поставить эту бомбу. Соответственно, могут отойти они от действия Молотова. Выживают сейчас оба игрока на пленте. Бондик за каплей. Но он контролит выход от Робса, который, в принципе, понимает, где находится соперник. Там еще спрей от тиммейта был. Довольно-таки неплохой ситуации. Уже 2 в 2 на бомбу. Это дикат. Есть диффузы от Робса. Нужно уже действовать через вентиль. И под фэшку. Конечно же, все очень грамотно. Ловел. Есть минус по стику. Ситуация 1 на 1 против Дэдфокса. 54 хп. Сотня у другого. Робс. Заводит себя минус 3 в предыдущем раунде. И команда Моуспорс переворачивает все с ног на голову вновь. Теперь вопросы решения для Хелл Рейзер. Счет 10-7. Будут закупаться. Да, 4 Галила и UMP. Вот такой вот сетап. Не так часто увидишь больше 2 Галилов. Я бы так сказал. Здесь прям 4. Хелл Рейзер решили сделать закуп. Ну и таким образом окончательно ломать экономику своих оппонентов. Но тоже мы видим, что экономика так или иначе не самая оптимальная для Моуспорс. Да, есть у Оскара АВП. Есть Дефьюз Киты. Есть Молотов. И в целом по гранатам, наверное, только все хорошо у игроков Моуспорс. Только у Оскара и Робса. И Крис Джей поджимает мейн. Не мейн, а гараж. Простите, и Оскар в это время делает минус по зеро. И Хелл Рейзер вот так вот точечно по одному теряет уже двоих игроков. И Робс продолжает дальше с UMP поджимать. И здесь для него полностью свободная зона. Но Хелл Рейзер не контролирует эту часть карты. И, судя по всему, пойдут на точку А. Я бы очень хотел посмотреть статистику первого минуса от Оскара. То есть сколько он уже раундов открывается на сопернике. Понятно, что вот Крис Джей его тоже поддержал в этом раунде. Ликвидировал еще одного соперника. И в целом-то это вот два первых минуса залетело как раз таки от них. Но вот это АВП, насколько оно эффективно сейчас у команды Моуспорс. Моуспорс и выход на точку А, который не состоялся абсолютно от Хелл Рейзер. Была только попытка, но тут же все прикрывается. Игроками защиты и сейчас вот тяжелое решение для Хелл Рейзер. Нет денег. Самый, если можно так выразиться, богатый. У нас Бонник 2-4. Нет, вернее, Дэдфокс 2-500. Но ребята понимают то, что нужно вот сейчас покупать пистолеты. Возможно даже отдавать этот раунд без особого урона своим соперникам. Ну и потом уже со счета 12-7 тащить. Это будет очень тяжело, потому что Моуспорс вновь почувствовали то, что они могут укатывать соперника просто в хлам. Они вышли на этот снежный ком, который вряд ли смогут остановить Хелл Рейзер, если будут играть дальше в таком ключе. Хотя мы уверены в то, что будет заруба. Я просто хочу посмотреть вот камбэк от Хелл Рейзер. То есть у нас уже были камбэки от Моуспорс в этом числе. У них получалось на Мираже возвращаться. Мы все помним то, как они действовали с пистолетами на точке А на карте Мираж. Но вот Хелл Рейзер смогут ли вот таким образом ответить или нет своим противникам? Потому что Моуспорс сейчас выглядит не то, что более болевой командой, но командой, которая вот не сдается и берет, как казалось бы, раунды, которые она не должна брать. Мы помним ту самую первую пистолетку Робс, который вышел, 1-3 просто развалил. В целом там была ситуация 2-5. Мы помним 2-4 раунд. И мы помним вот такие вот раунды, которые уже посмотрели на карте ДК. То есть тоже меньшинство, тоже в защите, но все-таки каким-то образом команда Моуспорс это все дело берет. Тут или Хелл Рейзерс не доигрывает, или все-таки Моуспорс такие вот красавчики, которые не сдаются, идут до последнего. И этот напор, это упорство, вернее, им окупается в том, что они, возможно, даже выиграют вторую карту подряд. Ну, какие-то моменты просто вот Моуза выглядят просто увереннее. И как-то... Это индивидуально. То есть даже не по тактикам? Да. Мы с тобой говорили о том, что вот атака от одних, от других. Но в целом, вот если даже посмотреть на атаку от карты Мираж, то где-то Хелл Рейзерс выглядели более интересными. Но все в Контра Страйке решается не только интересным. Не так, как ты там играешь, не так, как ты даже удивляешь своих соперников. А так, как ты уверенно идешь и просто ставишь этот хэдшот. Пока что уверенно на пролом и ставит у нас хэдшот только команда Моуз Спорт. Хелл Рейзерс играет очень медленно в этом раунде. Судя по всему, будет строить атаку через буст. Деннис уже взрывает Ангела. Тут под флешечку взрывается Крис Джей. Тут для него агрессия практически в каждом раунде. Вот здесь команду Хелл Рейзерс всегда держит каких-то дежевых рукавицах. И не дает там просто дышать спокойно. Здесь есть размет для Хелл Рейзерс и попытка дальше продвигаться в медле. Деннис под белым ящиком под флешечку чекает Ангар. Но здесь Бондик. Бондик просто хороший тайминг для него. Выходит, забирает Денниса, но тут же Оскар играет на размены. Выходит с коннектора, забирает Бондика. Ситуация 3 в 3. И сейчас Хелл Рейзер собирается заходить на точку А. Да, летит Молотов, летит флешка, летит Смог. И заход в итоге на Апленд. Там у нас один опорный. Подгорает немного некоторые участники этого выхода от атаки. Ловел дальше действует вместе с Оскаром. По минусу уже есть. И Зеро только один остается с хэдшотом. 10 хп от этого парня. 20 секунд до конца этого раунда против Оскара. И Робса будет очень тяжело. Но все-таки Оскар он ликвидирует. Но Молотов не дает ему поставить бомбу как следует. Соответственно, Робс здесь, конечно же, в более хорошей ситуации для того, чтобы взять этот раунд и перенести очередную очко для команды Молдспорт. И что самое интересное, он не спешит. С выходом Зеро все-таки устанавливает бомбу. Но у Робса уже очень хорошая позиция. И он вряд ли будет отпускать своего соперника с дефолта. Робс в таких ситуациях всегда играет очень аккуратно и контролирует полностью все. То есть он не дает вообще ни малейшего шанса своему оппоненту. Идеально двигается, идеально выбирает угол обзора. Тринадцатый раунд для Молдспорт. И пока Холл Рейзерс ни одного в атаке. Да, есть такая буква в этом слове. Опять же, есть выходы. То есть есть установки бомбы. Но вот как же круто играет команда Молдспорт с поврывом под флешки своих тиммейтов. То есть и по разменам. Все у них получается очень даже хорошо. На Хелпе вот неплохо действует. Да, то есть я говорю, что есть какой-то минус, тут же есть размен. Вот как в предыдущем раунде, да? Вот потеряли одного, тут же Оскар делает минус АВП. Потеряли второго, тут же вырастает ловел, который тоже может помочь своей команде, чтобы как-то восстановить этот статус-кво по живой силе. Или даже выйти преимущество. Ну и за счет этого, собственно, защита пока что сильнее атаки. Сейчас решили закупаться полностью Холл Рейзерс. Дэд Фокс неплохо уже начинает этот раунд из своей команды, забирает ловела. Который, ну, действовал довольно-таки агрессивно. И, соответственно, какие решения от команды Молдспорт? Только одного Рокса оставляет на Б, перетяжка от Оскара на мидл. Дэнис вместе с Криджием будут защищаться на А. Так, ну что, смогут ли Холл Рейзерс реализовать это большинство и выиграть раунд? Это вопрос. Через мейн заход у нас уже контролируется игроками Молдспорт. Они решают поджать. Очень хороший для себя ловят тайминг. Сейчас будет просто минус Ангел, который просто здесь этого не ожидал. И, кстати, вот читает ли выход через двери? Это тоже вопрос. Они не читают его, что самое интересное. Там уже бомба будет поставлена. Еще и Дэдфокс забирает Криджей, который был не готов к этой встрече. Есть посадка. Дэнис с нее работает. Это минус Тико. Но дело в том, что нужно сейчас направляться уже на точку. Есть понимание, где поставлена бомба. Но хорошая позиция от команды Холл Рейзерс. От зеро Дэдфокса Бондика нужно вместе сыграть. Выпускает под флешку Дэдфокса на мейн. Тут забирает Дэниса без каких-либо проблем. Но здесь очень опасные бойцы. Именно Оскар и Робс, которые попытаются выйти на этот ретейк. Оскар под молотом своего тиммейта. Выход от него есть минус по Бондику. Ситуация 1 на 2. Там Дэдфокс близок к тому, чтобы сделать эйс в этом раунде. Нет, этого эйса не будет. Будет минус 4. И последний как раз таки для зеро. Получает еще и АВП в свои руки, который полетит на Дэдфокса. И Холл Рейзерс забирает первый в атаке. Размочили счет. Хотя, что самое интересное, вот обрати внимание на прогрессию по раундам. Из пяти раундов проигранных Холл Рейзерс в четырех ставили бомбу. Да. То есть тут это тоже определенный фактор сыграл. И нужно вспомнить, как вообще начинался этот матч. Проиграли пистолетку, потом были дропы. Там у нас экономическую войну пытались выиграть Холл Рейзерс. Криджей, опять агрессия от него. И опять пуш просто в молотов. Ну какой же он тупо... Я не знаю, как ему надо. Просто мега какой-то. Еще один молотов, он сгорает зеро. Решил поджечь у нас вентили. И так вот интересно заканчивается непродолжительная жизнь летучего голландца, который сейчас сгорает просто без шансов. 4-4 все же ситуация. Да, вроде как поджал, сделал минус. Но в целом-то размен-то неплохой для атаки, который сейчас, уже потирая руки, возможно будет выходить на точку Б. А там команда Моу Спортс решила оставить только одного бойца. Это товарищ Робс. И у него очень даже хорошая позиция. Ангел неплохо зарабатывает уже. Один минус для своей команды. Минус ловел Деннис. Тут же отвечает 3-3 ситуация. Но вот здесь все зависит от Робса, ребята. Этот раунд чуть ли не на его плечах. И раскидка от команды Холл Рейзерс. Там одной гранаты вроде как зафейлены. Но главное, что есть смог у нас на нижний выход. Также на девятку полетела еще одна такая граната. Робс работает через вентиль. Изобрет только одного зеро. Тут же реакция от Бондика. Ситуация 2 в 2. Бомба устанавливается за деревом. Тут же перетяжка от АВП. Дэдфокс будет работать через те самые вентильные. Оскар пытается их прошить, но не может пока что найти своего оппонента. И, ну, здесь уже позиции, конечно, не активы Оскара и Денниса. Дэдфокс и Бонди как раз-таки позиции имеют шикарные. Хороший смог, который отрезает винтрум. Оскар показывает владение и знания. Так, Дэдфокс. Оппонентой машет. Деннис делает минус. Бондик тут же отвечает. Бондик. Ситуация 1 в 1 против Денниса. Бондик. Деннис. Бондик. Деннис. Бондик. Деннис выигрывает эту перестрелку. 14-8. Да, это было очень жестко. И сколько у нас таких напряженнейших моментов. И все же оказывается сильнее команда Моус Спортс. Хотя, опять же, да, вот было даже не большинство. У Калл Рейзерс 2 в 2. И вроде было знание, откуда будут выходить соперники. Но все же где-то Моус Спортс действует очень круто на личном скиле. И берутся эти раунды. Ну, 14-8. И вот вновь поставленная бомба. Да, тут есть дополнительные экономические вливания для команды Халл Рейзерс. Понятно, что сейчас уже нужно закупаться. Потому что счет уже не позволяет этого. Что вы можете просто сейчас выпускать своих оппонентов, как это было, да, на карте Мираж. То есть вы им отдаете осознанно практически 15-й раунд и потом пытаетесь вытащить на допы. Нет, здесь уже нужно закупаться. Потому что слишком много вы уже отдали подобных ситуаций, подобных раундов. Но Моус Спортс, конечно, очень хорошо сейчас смотрится. И просматривается, наверное, сейчас то, что вот где-то мышки лучше общаются друг с другом. Вот мы с тобой в начале этого матча говорили о том, что вот есть у нас 10 игроков на сервере. Две команды, которые общаются на английском языке. Которые, в принципе, могут где-то там не то, чтобы какую-то неправильную информацию дать. Но где-то, может быть, этой синергии не хватит. Пока что вот в общении, так как у нас Моус Спортс берут больше раундов в меньшинстве. Или при равном количестве при поставленной бомбе. Знают английский лучше, да? Ну не то, чтобы лучше, нет. Они просто, значит, есть как бы волна, на которой сейчас команда общается хорошо. И немного лучше, наверное, чем их соперники. Потому что есть куча уже ситуаций в рамках этого матча, когда проигрывается раунд команды Hellraiser в большинстве или вот в такой равной ситуации при поставленной бомбе. Да, как-то разобрано, разобрано местами Hellraiser выглядит. Соглашусь. Ну что, 14-8 в закуп на камбэк. Либо камбэк, либо гг. Но что-то мне подсказывает, что Hellraiser не вытащат это. Не вытащат. Не так хорошо. Сложно, особенно учитывая то, какую картину игры они нам уже нарисовали. То есть я ни в коем случае не хотел сказать, кто-то плохо знает. Нет, ни в коем случае нет. Просто пока что в Моус Спортс просто вот есть общение, есть выходы, есть хорошие клатчи. И все сводится к ситуациям один на один. Где, опять же таки, даже есть большинство, не то чтобы большинство, есть больше шансов на то, что Моус Спортс будут утащить. Но у нас бомба устанавливается на точке А. Довольно-таки неплохо. Это был Дэдфокс, который тут же погибает от Дэнниса, который все-таки решил под Смокс ворваться. Это у него дальше уже не получается. Стико выпад через Мэн. Есть минус 3 в 3 ситуации. Оскар, Киджей и Робс против Стико. Зеро и Бондика, которые уже имеют хорошие ситуации. Итак, вновь у нас позиция, которую мы смотрели не раз. То есть это равная ситуация, которая уже была нивелирована Оскаром. Это был Стико, который просто вынужден был действовать. И это у него не получается. Назаро делает минус по Крис-Джею. Зеро отлетает от Робса. И только один Бондика остается в этой ситуации против Оскара. И Робса. И он отлетает от Стоунца. Это очередной очко для команды Моус Спортс. И вновь ситуация 3 в 3. При поставленной Бондике. И флешки были, и Молотов был. Но там вот ключевой, конечно, Молотов залетел на погрузчик. Как Стико, я просто смотрю, выбегает моделька слепая. Бежит куда-то. Думаю, куда ты бежишь, брат? А там Молотов, я не заметил. Да, откинули очень хорошие Молли. Моуза на погрузчик. И вот, по-моему, это был действительно один из ключевых минусов. И четко заметил по поводу того, что опять же ситуация 3 в 3. То есть очень много проигрывают рабочих моментов, рабочих ситуаций HellRaisers. Я думаю, что они сами понимают, что не нужно будет работать по данному направлению. Как-то вот фиксить эти проблемы. Понятно, что, возможно, сегодня просто не пошло. И они в целом... Ой-ой-ой, там интересная ситуация на миде. Крис Джей пушит смок. И все-таки находит Ангела, который тоже занимался агрессией. На данной позиции Робс встречает Заро. И Стико только сейчас отвечает. Проседает Деннис. Его забирают. Дэд Фокс вместе с Бодиком. Ошибается. Тут Крис Джей и Деннис. Есть минусы для атаки. Но, опять же, по хп сейчас все же лучше у нас дела у Оскара и Ловла. И вновь ситуация 2 в 2 при поставленной бомбе у нас будет. Бодик подгорает. Вынужден поменять свою позицию. При этом не может поставить бомбу. Нет, он уже может. Уже ставит. Сейчас хорошо. Дэд Фокс не может найти себе место. Вот он уже крутится. Туда-сюда ходит. И сейчас в итоге может просто проиграть в тайминге. Да. Сейчас так, судя по всему, и будет. Ой-ой-ой-ой. Тут Оскар и Ловел, конечно, должны съедать. Ге-ге. Паритет. И это действительно очень хорошая игра. В первую очередь от команды Моуспорт. Мы их поздравляем с шестью очками в рамках пятого сезона. И с Эльпрулиги ребята сегодня выступили намного лучше. Особенно на второй карте, чем их соперники. Ну, Hellraisers не то чтобы не пошло, не то чтобы там, опять же таки, много ошибались. Но просто им, соперники, не позволили, ввиду тех ошибок, которые не допускали, брать какие-то раунды. То есть команда Моуспорт наказывала. Это у них получалось лучше, чем у противника. Ну и, соответственно, Hellraisers все дальше и дальше, наверное, отодвигается от тех топ-шести, которые позволяют уже полететь в Даллас очень скоро и побороться в рамках лан-финала ЕС Эльпрулиги. И 27 очков так у них остается. И здесь, конечно, ребятам нужно будет подумать.